Девушки отдыхают Я нахожусь в пресловутой изгоревшей гостинице на Первомайском проспекте. Все мы помним эту проблему. Сейчас мы зашли сюда, обнаружили здесь двоих охранников. Попросили их в культурной форме покинуть помещение, потому что хозяева гостиницы их не нанимали. Неизвестно, кто они, что они. Ну, сейчас посмотрим, что здесь происходит. Ну, я вижу, по сравнению с тем, что здесь было, конечно, гостиница была в порядке. Она работала, она была в хорошем состоянии. На данный момент я уже вижу. Вот, смотрите. По-видимому, здесь произошло разграбление. Сейчас я здесь похожу. Здесь кондишен, по-моему, был. Сейчас я здесь похожу. И вам буду показывать все, что я увижу. Что произошло после рейдерского захвата. Здесь тоже что-то пытались сделать. Вижу следы пребывания рейдерской группы тут. Пили, пили спиртное. Бутылок мусора тут все поздирали. Тут тоже, смотрю, свинюшник. Боже. Свинья. Сейчас подойдет старший, да? Теперь выясняется странная ситуация. По свитчине у людей нету. Кто они, что они, непонятно. Что они здесь делают, вообще непонятно. Ждут старшего, который привезет их документы. Как это? Кто? Что? Зачем? Почему? Куча вопросов, на которые нету ответов. У вас есть документы, молодой человек? Да. Удостоверение охранника. Я скажу, вот мы сейчас. Я скажу, вот мы сейчас. Я скажу, вот мы сейчас. Я погнал, что поеду. Наши вещи тоже пропали. Я с вами зайду и с вами выйду. Там есть блокнотик. Наши вещи уже пропали. Ну, так я с вами зайду и выйду. Вы знаете, сколько денег здесь было? Так мы приехали, мы денег не брали. У нас на ней это было 8 минут. Я с вами зайду, заберу блокнотик. Так, у них ничего нет. У нас все равно. Так уже раз приезжали с судебным исполнителем. Сколько можно показывать? Я правильно понимаю? Вас зовут, извините, Юля. Так, здесь были батареи, вы говорите, да? Какие-то, сейчас у нас тут пропали... Да, поснимали батареи. Пошли еще покажите. Вы больше знаете, что здесь, где должно быть на месте. Я сам прошелся. Ну, вот это я видел тут. А это было вообще? Нет. Все, что это было, чисто. А здесь какая-то мебель вот в этой комнате стояла? Мебель была. У нас арендатор тут был, мебель была. Но они как бы там еле-еле через милицию. Арендатор забрал, да? Да, арендатор забрал. А вот это вырвано? Вот это что же, кабеляш, какие-то счетчики там были. Получается, батареи вот были. И здесь батареи были? Да, да. А вот это наверху потолок нормальный был? Это вытяжка была, но они сняли. Арендаторам не разрешили снять вытяжку. Батареи, получается, поснимали. Сейчас, говорят, счетчик. Посмотри, там автоматы везде тоже. Автоматы везде. Я снимал автоматы. Ну, вот я видел, вот это щитовая раскручена. Тут тоже автоматы были. А вот тут вот так и было, вот это что навалено? Да нет, тут же все чисто было. Ну, это ж они все выбирали и все. А вот эти провода, они были или это... Ну, это они что-то срывали. Это они что-то делали. А, вот по коробу было, лежали провода. Да. Какие-то проводку делали. Получается, вот везде батареи поснимали. Здесь батареи тоже были, правильно я понял. Как вы думаете, что вот здесь они пытались сделать? Снять? Ну, там вытяжка, приток вот это все. Приток, все вытяжка. Ну, раскручены. Да, раскручены. Вот все батареи тоже, булё тоже шли, снимали все. Мебель здесь арендаторов была или... Да, мебель была, и да. Арендаторов. Он выехал. Ну, тут вроде бы в середине. Ну, в туалет я не рекомендую заходить. Я уже его снял. Да. Там жесть. Ну, тут мебель стояла, вот эти шкафы, не знаю. Тоже ж ничего нет. Тут же стояли холодильники, два холодильника. Тут тоже стояли холодильники. Проводка вся, я смотрю, сорвана. Да. Оу, так вот тут вообще. Да, вообще еще. Нагрелись. Уже поверили. Все получается, все потеряли. В наличии даже спецсредства такие, ну, насколько я по телевизору видел в жизни, я их не трогал, хоть потрогаю. Это наручники такие. Есть ли разрешение у этой фирмы на такие вещи, я не знаю. Вы сказали, о ваших документах никаких нет. После ищения никто, от человека. Я пошел сейчас. Давайте так, пока хай, что вы построите, и нам надо сказать, что сталося, а потом мы будем слухать и иншую сторону. Ну, как бы, это наше помещение. У вас есть решение сюда по поводу, чтобы этих людей выселить, но они тут уже... Ну, они не имеют права тут находиться. Это, власне, это я, власне, это чистая. Они подносили тут батареи, поднимали, мы сюда зайшли. Все подносили, выгребатели, все. Пользовались нашими меблями, оборудованием. На второй этаж мы не можем подняться, потому что они не дают ключи. Я так понимаю, это было у вас, потом вас были судови разбирать. Да, да. Это было решение суду, что они должны оставить помещение. Заборонить, по каким-то основным организациям, займать эти помещения, користоваться ним. Без вашего. Да. Вон есть ухвала, можно сказать. Это дело в том, что апелляции, вот перед этим ухвала Хтябрьская. Я могу сфотографировать, как вы начальство? Я не знаю, кто вы такой. У вашего начальства есть. Мы просим показать документы, вы не понимаете. Наши документы у нас не дают. Дивите, я не могу вам дать дозвіл на те, чтобы фотографировали документы, если данная особа власница. Ваши документы, ваше начальство, если ваше, вы же даже не говорите, кто вы. Ваше начальство есть все документы. Документы вон все весят тоже есть на стенде. Я читаю здесь, чтобы успешно было. Там есть заборонить, займать, коррестоваться. А на каком стенде ваши документы? Смотри. Здесь, да? Да. Да, вот сюда. Ага. Так. Финансовая компания «Полис». Это ваша? Нет, это они типа говорят, что мы же не знаем, кто они. Ваши работодавцы, вы наймач, ваша, да? Компания «Полис». Нет, «Полис» наняла вот эту охранную фирму? Нет, так я же питаю. Охранную фирму наняла «Полис» для охороны. Да, да. Что-то новое. Доброе утро. Уже не нужно. Отпелляцию это показали. Уже не берега. Уже не стараюсь, у нас было. Уже не 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 было. И я так понимаю, это суд постановил, что угольный, а это апелляцию подавал, это же компания. Апелляция оставила в силе решение Артябрьского района. Апелляция была 16.01, я помню. А это было еще в ноябре 10. В силу, от которого числа она вступила. Негально до выполнения она подлежала. В тех числах, чтобы вы были в курсе, я делал здесь репортаж судебного исполнителя. Эта охранная фирма сюда не пустила. Вот пишется, упало, подлягая нагайному экономию. Ага, все, 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 разумею. По-моему, на следующий день мы были здесь и нас не пустили никого. Я разумею. Зараз с охранной фирмой есть люди, которые находятся в будильнике? Сейчас нету. Они все так. Да, но мы не знаем, если мы можем попасть туда на вторую офисе. Можно мне что-нибудь? Сейчас, сейчас, сейчас. Мне надо сфотографировать решение сфотографировать решение сфотографировать решение сфотографировать. Поменялись сюда, замок туда. Вот наши ключи. Где ключи? Вот туда. Ну, ну уж видно, что это. Ну, это наше еще. Это еще гостиница. А подключена до синхронизации? Да нет, тут же свет. Когда же пожар был, то все же. А, это же пожар? Да, да, да. Они же все тогда же. Подключали свет, потому что и счетчики, и все. Так, сейчас я пойду поспалку и все. То есть, я не могу в людини вимагать, проводить его обшук, шукать этот ключ. Тогда вы нанимаете пунктера, меняете замки, так как это ваша властность. То есть, вы имеете все права, делать все, что хотите с данной властностью. Сейчас мы выключим следовооперативную группу, они напишут заявку про материал. У вас звонят из Киева. У меня инструкция, мне запрещено общаться по мобильному телефону. Если можно, то я связываюсь с моим руководством и моим руководством. Как вы, старший лейтенант? На каком основании нас не пускают? А на каком? То, что вас не пускали властницы в воде. Властницы в воде не пускают. Прикол. С Киева должны полицейскому позвонить, чтобы он пустил каких-то неизвестных людей. Телефонное право, оказывается, существует, но полицейский стоит на своем. Спасибо ему. Смотрите, то есть меняете замки? Внутри они не пускают. Они нас вообще не пускают. Смотрите, меняете замки? Нет, я не могу. Нет. Нет. Алло, да. Все нормально? У нас тут задание. Скажи. Приспект 1-го правления 18-б. Тут управленная фурма. Полицейский дает добро. Да, говорит, это ваше право, ваше собственность. Что хотите? Проходи сюда. Сейчас мы вот человеком, я же не могу. Все можно. Можно. Добро дали. Моя? Не надо. Зачем ему нужно? Кому? 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 Да. Чего не надо? Напишите заяву про то, что... Так нельзя пока сейчас... А следствие через... Как умнее сделать? Как правильно сделать? Я же вам скажу. Дивися. Зараз, по факту, ви власник данного майна, данного примечения. По закону України, без вашего дозвола сюда никто не мает права зайти. Если здесь есть речь с другими человеками, если есть речь с другими человеками, без вашего дозвола, они не могут принимать. Тогда в порядке, або в договорном, договаривайтесь с ними, когда они подходят, и вы им повертаете речи. Если нет, то в судовом порядке. Хай звертаются про то, что ваши речи, что их речи находятся. Это такая ситуация. Следующая группа лучше. Это чтобы мы с ними зафиксировали. Чтобы вы открыли залпы. Они поднимаются, зафиксируют, чтобы потом до вас не было видно, что там есть. Если там есть речи, которые их, моих сторон, хай лежат. Я вижу, увеличилось еще на два человека. Ведутся переговоры с полицейскими. Полицейским кто-то звонит, смотрю. С Киева. Вы просто не скосовывали. Его апелляция... Вы же понимаете, что значит, должно быть обязательно выполнено выполнение службы. Сюда выполнение? Есть, выполнение. Конечно. А где специальный выполнение службы? В выполнение службы? Он был. Ну вот, хозяйка людей. Сюда не пустили, это еще в ноябре месяце было. Я помню эту ситуацию. Да. Мы были два, три человека было с выполнение службы. Мы с ними были. Есть документы, они все подписывали. И тогда все нормально было? Нет. Они сказали, что дальше мы ничего не можем сделать. Они сказали, что мы им зачитали все, что они должны покинуть. А дальше это полиция... Как бы дела. Говорит, наше дело приехать, зачитать. Мама уже тоже документы показать, что у нас в порядке. Сейчас мы едем с Нечаторгеной группы. Она живет там. Снимите еще. Ситуация следующая. Сейчас все таки. Примещение, что тремится в скил. Если вы ухвалили обеспеченность районного суду от Желтого месяца, о том, что заборонить сторонним организациям, установам, физическим особам, совершать любые действия с привода этого помещения, то есть и пользоваться, заниматься в том числе. Значит, эти люди заняли незаконное помещение, охранная фирма из Днепропетровска. Это, как они утверждают, они согласно лицензионных умов охранной деятельности, охранник должен иметь посвящение. Один из них не подплатил всего этого посвящения. Мы славали все примещения, они пришли в свое примещение и выявили отсутствие будь-яких товаро-материальных ценностей. Кондиционеры, батареи, все послезали, умывали, унитазы, все это самое, все снято. Ну, специалист скрывает дверь, просил не снимать саму процедуру, ну, по-своему он прав технологически, это его бизнес. Ну, сейчас смотрим, полиция, следственная группа, все здесь. Пытаемся выйти на второй этаж. Минуты делов, дверь открыта. Полиция, все-все заходит. Дмитрий Васильевич. Ну, это останки после работы пожарных, тут, конечно, есть и такие вещи. Телевизор стоит. Телевизор, батареи, если бы уже рано. А что будет? Телевизор, классно. Телевизор, классно. Телевизор, классно. Что, немало ничего дальше? Немало вообще, вообще нет. Телевизор, батареи, есть, метро. Классно, весело, правда, что? В номер, попробуй сделать. Ну, большой, новый, новый, последний, был большой телевизор висел. Тут новая мебель вся была, можно многое сделать. Буквально, последний, кто-то запустили, вот перед этим, 7 месяцев назад. Получается, все. Жарим, зимой, мебель, телевизор, все. И, что, думаю. Избирательную брали, а то, что нужно. Слышишь? Детская, у нас кровать стояла, наша, дома тут кровать. А это потолок-то и выучится. Это после пожара. После пожара скрывало. Да, даже этой кровати. Да. Вообще, блин. Ну, оли, на мой, вообще, открыли двери. Тут тоже. Я вообще не могу сказать. Дверь открыта была, да? Да, тут ответа. Мебель тоже номером, побудовалась, в тумбочках, телевизором стояла. Одна кровать стояла. Класса была, телевизор. Вторая кровать стояла. Вот телевизор тут был. Две кровати и шкаф стоял. Ничего, вот какая-то открытая. Сейчас, отопустим. Немало ничего. Какие у нас камеры? Аварийная красота, молодежная. Сейчас он придет. Тут было, конечно, стояла. Это тут. У него, ну, нашим арендатором писал заявление. У него лежали деньги. Тут было. Тут мебель какая-то была, или? Да, и мебель была, и стол был. У него тут стояли, лежали перед этим. У него тут 30 тысяч долларов было. И 700 или 800 толком, я точно не знаю. 800. Он писал заявление, видите, у него было там расписки. Все на те деньги, которые тут находились. Это тут тоже кабинет не было. Видите, ничего нет. Даже в коробах документов, которые тут уже находились. А вообще воно тут все выливано. А еще раз, какая сумма денег, вы говорите, 30 тысяч... 30 тысяч долларов и 700 тысяч гривен. 700 тысяч гривен, да? Да. Эти все расписки, все документы, все эти деньги были, все лежали. Если следовать, отвечаю. Или из бумаги. Ну, он еще шелкан. Есть. Это вообще-то мой мать. Минемо. А, слышь, я людей переселала. Минемо, она переселяла людей. Не, ну, будем открывать, когда... Да, сейчас я выберу. А, так вот, где все вместе. Ага. О, нашел. Они сгрузили, я сюда. Давайте так, микроволновки, телевизор. Плазмный мастер. Может, плазмный где-то там. Может, там. Да, может, так же. Ну, так, может, с той стороны как-то зайдем, вы снимите. Может, с той стороны мы зайдем. Я же только один век отверг. Я говорю, может, деньги тут? Может. Пиздец. Вот здесь все горело, но видно, что окон нету. Занитбанився и никому не нужно. Спасибо. Спасибо. Телевизор это тоже? Ну вот, говорится. Кровать? Ну что тут взял там внизу? Зашел, пересмотрел, примерно прикинул. Точно-точно. Осторожно, чтобы не бомозлил. Подвальное помещение. Моя запаска есть. Шампанская есть? Запаска моя. Новенькая у меня запаска. Я думал, шампанское уже. Запаска моя новая не украли. Ну тут у нас тоже новая стояла. Первый тоже что, ориентатор был там, одна мебель, а там предыдущая мебель шоу. А, я понял. У нас тут тоже мебель много столов, стояла стулья, но мы уже, конечно, посмотрим, может и дальше что-то там есть. Но стояли тут столы и стулья, у нас их бы заставлены. А, тут есть холодильник. Вот стиральный машинь, пилар. А где большой холодильник в той комнате стоял, да? Да, да, маленький. Вот и убраны, убрали, все вынесли. Нема. Тут стиральная машина, вы говорите. Вот, стояла, да, стиральная машинка. Батарея на месте, удивительно. А вот гляньте, вот в этой комнате тут что-то... Да, даже посмотрим, тут больно у нас... А он у вас сзади, он. Нет, это запаска у нас большой висел тут. Большой, это маленький запасной упор. Еще стоял там холодильник и маленькая морозильная камера была. Там еще дальше должна стоять. Вот тут сейчас не видно. Хотя вот тут стояла у нас и этот, господи, вот эти керхеры. Там, в той стороне была бензопила, ну все, вот это все. Вот сейчас мы писали там, следовательно что было. Мебели немало, целе, ножка стульев. Думаю, мы уже с той стороны перенесли мебель. Мебели как бы нет. Мебели у нас тоже тут, нож, стульев. Вот это зеленых немножко, видите, осталось. А было вот в синих стульев. Столы стеклянные. Столов немая. И резиновая зимняя. Вот тут еще стоял холодильник, его немая. Большой, вот это два больших стояла холодильника, что один там, один и это. Получается трех холодильников немая. Это то, что на вскидку только видите. А где вообще вы живете тут? Реально? Пушистый питание.